Я не особо привык к публичным выступлениям, это первые шаги, поэтому хочу к вам обратиться. Для меня очень почетно находиться здесь и обращаться к вам в историческом месте, где буквально в 10 метрах от нас живо работал Владимир Ильич Ленин. Во-первых, хочу поздравить вас с Ксенгуратским праздником, с праздником поселения Горк-Ленинских, пожелать вам развития, благосостояния, процветания и благополучия вам и вашим семьям. В наши дни, когда планета стоит на шатких реалиях мирного существования разных стран и геологий, когда бессовестно происходит подмена понятий добра и зла, взгляды правительства больше направлены на решение внешних проблем. В свою очередь внутренние проблемы и в первую очередь проблемы народа отодвигаются на второй план. Для сохранения благосостояния население не делается ровным счетом ничего, а для выполнения бюджета страны и региональных бюджетов придумываются все более и более изощренные способы. Товарищи, давайте ощутим в цифрах весь цинизм действующего правительства, который разбазаривает то, что было получено в годы советской власти. Я веду речь о списании правительства внешних долгов России. Приведу статистику за последние несколько лет. Вы только вдумайтесь в эти цифры. В апреле 2013 года Россия простила Киргизии долги на сумму примерно в 500 миллионов долларов. При этом 2014-го российское правительство списало Кубе долг почти в 32 миллиардов долларов. И после этого Куба идет в переручивание с Российской границами, с американцами. В конце 2014 года в результате соглашения министров финансов стран России и Юргизии долг в размере 865 миллионов долларов был погашен. В общей сложности за последние два года правительством было списано внешнего долга на сумму более 32 миллиардов долларов. При нынешней зависимости экономики от нефти долларов и дефицита бюджета отдельно взятых регионов страны, это далеко не обдуманный шаг. Такое поведение, кроме как правительством, не назовешь. Вместо того, чтобы законно истребовать свои долги должников, правительство ищет возможности экономии и взимания денежных средств за своего населения. В первую очередь это касается увеличения налоговых сборов, роста в тарифах ЖКХ, введения никому непонятного взноса на капитальный ремонт, который также есть в ваших платежках, и отмены льгот для социальных незащищенных групп граждан. И без слов понятно, что налоговые сборы осядут на офшорных счетах, деньги, выделенные на капитальный ремонт, будут разворованы. Но отнимать у населения льготы, это ли является спасением бюджета? По скромным подсчетам депутатов Московской областной думы, на транспортные льготы в год тратится порядка 14 миллиардов рублей, из них на проезд по Москве всего лишь 3,8 миллиарда, а экономия при отмене льгот составит всего 2,8 миллиарда рублей. Это не такие большие цифры, чтобы на них заострять внимание. Сопоставимы ли они с теми долгами, которые мы прощаем во внешнеполитическом ключе? Ответ на этот вопрос вы каждый для себя сам определите. Товарищи, только наши совместные усилия способны исправить сложившуюся ситуацию. Я призываю вас вступать в ряды КПРФ, использовать современные средства связи с правительством и с руководством КПРФ, как то сайты КПР, сайты региональных отделений. И только таким способом, одним споченным кулаком, мы сможем исправить сложившуюся ситуацию.